Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Ольга Рыбина и я являюсь преподавателем учебного центра Максимум и сегодня проведу для вас мастер-класс по эффективной подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Давайте начинать! Все мы знаем, что ЕГЭ по английскому языку раньше состоял из четырех частей. Давайте на них посмотрим. Это письмо и эссе, грамматика и лексика, чтение и аудирование. Добавили теперь устную часть, где ученикам необходимо будет проявить свои навыки в разделе «Говорение». Сейчас вы можете сделать выбор. Вы можете не сдавать часть «Говорение», но тогда максимум, который вы можете набрать на экзамене, это 80 баллов за все четыре части и не больше. Поэтому я всем вам советую сдавать часть «Говорение», потому что только с ней вы можете достичь максимального результата и получить 100 баллов. Итак, как раз-таки разделу «Говорение» сегодня мы уделим особое внимание, поговорим, что за задания войдут в эту часть, сколько баллов за них можно получить и как правильно выполнить конкретно эти задания. Итак, вы будете сдавать экзамен не преподавателю, а перед компьютером. Это будет вынесено в отдельно отведенный день. Вы придете в аудиторию, где будет находиться только наблюдатель. Вы будете сдавать эту часть, сидя перед компьютером, куда нужно будет вынести свои персональные данные. Компьютер сообщит вам личный номер, который нужно будет записать на компьютер, проверив тем самым, все ли хорошо работает, а также сообщить этот номер экзаменатору. Потом вы сможете перейти непосредственно к выполнению самого задания. Здесь вы не сможете выбирать последовательность выполнения задания, поскольку задания будут переключаться автоматически. Время на подготовку и время на выполнение самого задания уже будет заложено в программу. Задания будут, как я уже сказала, переключаться автоматически по истечении времени. Вернуться к предыдущему заданию уже будет нельзя. Итак, первое задание в части говорения – это просто прочтение текста. Вы увидите перед собой небольшой текст, который всего лишь, казалось бы, нужно будет просто прочитать. Как вы думаете, в чем здесь будет заключаться сложность? Текст нужно будет правильно прочитать, чтобы носитель языка вас понял, не допустив ни одной ошибки в произношении. Сейчас мы с вами не будем конкретно останавливаться на прочтении данного текста. Мы постараемся выбрать из него несколько слов и поговорим о том, как их правильно прочитать и что нужно знать, чтобы справиться с этим заданием. А вы видите здесь четыре слова, которые выделены жирным шрифтом. Как верно их прочитать? Казалось бы, если мы будем читать по буквам, мы их прочтем неверно. Здесь действуют особые правила произношения, и мы их сейчас с вами обсудим. Здесь встречаются три долгих звука. Это звук О, У и Э. Нужно сейчас эти слова вместе со мной будет правильно распределить в три колоночки. Итак, в каком из этих четырех слов встречается долгий звук О? Конечно же, это слово warm, теплый. Далее, долгий звук У. Казалось бы, мы ни в одном слове не видим здесь букву Ю. Нет здесь двойной О, но тем не менее, слово move — это слово-исключение, которое как раз-таки будет читаться с этим двойным У. И последние два слова. birds и words мы отнесем в последнюю колоночку. Это будет долгий звук О. На эти правила произношения вам необходимо обратить особое внимание, потому что там идет согласный звук R, который меняет чтение гласных перед ним. Далее, мы с вами обсудим, как правильно читать букву И. Звук И, который может быть как долгим, так и кратким. Сейчас я буду вам приводить в пример слова, которые, казалось бы, состоят из одних и тех же букв, но тем не менее, читаются немножко по-разному. Смотрите. Местоимение this. Мы его отнесем в первую колоночку или во вторую. Конечно, мы его отнесем во вторую, поскольку этот звук краткий. This. Мы и здесь не тянем. Далее. This. Мы видим здесь долгий звук, и это слово читается совершенно по-другому. Если вы перепутаете чтение этих двух слов, вас просто не поймут. И таких слов в английском языке, к сожалению, для нас много. Давайте посмотрим еще на примеры. Live. Долгий звук И, безусловно, здесь нам встречается. А глагол live, жить, мы отнесем во вторую колонку. Звук здесь будет, конечно же, кратким. Еще пример. Глагол feel, чувствовать. Безусловно, это долгий звук И. И также тоже глагол feel, чувствовать, это краткий звук И. И еще пара примеров. Sit. Краткий звук И, безусловно. И sit. Долгий звук. Смотрите, как мы можем здесь понять, краткий здесь будет звук или долгий. Мы видим все эти буквы. Они нам дают долгий звук либо в открытом слоге, либо с удвоенной буквой И, либо с буквами И. Как вы думаете, когда нам может понадобиться это правило? Конечно же, при чтении числительных. В английском языке числительные, обозначающие десятки и от 13 до 19, очень схожи по звучанию, но должны читаться обязательно по-разному, чтобы вы были поняты. К примеру, 13, 14, 19. Мы видим здесь долгий звук И, он является обязательно ударным и долгим, чтобы вас обязательно поняли, что вы говорите 13, а не 30. Кстати говоря, суффикс teen образовало слово teenager, что обозначает подросток, то есть ребенок от 12 до 19 лет. И вот примеры, как нужно читать 30, 40 и 90. 30, 40, 90. Краткий звук И, и обязательно он должен быть безударным. Долгий звук И также встречается в совершенно неожиданных словах. Например, множественное число слова женщины это women. Здесь обязательно, несмотря на букву О, звук будет долгим. Вот такие особенности есть у задания номер один, где необходимо, казалось бы, просто прочитать текст. За это задание стандартно дается один балл, поэтому будьте внимательны. Пол балла вам поставить не могут, вы либо правильно выполняете это задание, либо неправильно. Теперь мы с вами переходим ко второму заданию из части говорения. Что вы увидите здесь? Вы здесь увидите либо рекламную листовку, либо какой-то текст, и к этому тексту или листовке вам необходимо будет задать 5 вопросов согласно некоторого плана. Как мы правильно задаем вопросы? Смотрите, здесь вы видите три вопроса, в которых перепутаны слова. Давайте постараемся правильно составить каждый вопрос. Что должно быть на первом месте в специальном вопросе? Конечно же, это будет вопросительное слово. Мы начинаем с what countries. Дальше у нас должен обязательно идти вспомогательный глагол и подлежащее do you, потом основной глагол и все второстепенные члены. Таким образом, мы с вами получаем вопрос what countries do you like the most? Давайте постараемся теперь составить второй вопрос. Опять же, мы должны с вами начать с вопросительных слов. Это будет how much luggage. Далее нам опять необходимо найти вспомогательный глагол, который поможет нам составить этот вопрос. Этот будет глагол do. Опять же, здесь подлежащим является местоимение you. Мы находим основной глагол и все второстепенные члены. Вопрос номер два будет звучать следующим образом. How much luggage do you usually carry? И, наконец, последний вопрос. Стандартно мы начинаем с вопросом вопросительного слова. What is the most interesting city to visit? Да, здесь очень важно помнить про структуру вопросов в английском языке и само задание будет вам помогать задавать эти вопросы, ведь то, что нужно спросить, будет дано в самом задании. Пять пунктов будут перечислять то, о чем вы должны задать вопрос. Вам нужно просто подобрать правильное вопросительное слово и верно составить сам вопрос. Давайте посмотрим на особенности этого задания. Вам дан рекламный плакат с какими-то надписями. Вы его изучаете во время, отведенное вам на подготовку. Ваша задача – это сформулировать пять вопросов и правильно их задать. Темы для вопросов вам даны. Это не просто темы, это еще и опорные слова, которые вы можете использовать, когда задаете эти вопросы. Давайте посмотрим, сколько у вас есть времени на выполнение этого задания. У вас есть 20 секунд на то, чтобы задать каждый вопрос, то есть это интервалы полторы минуты на подготовку, и вы можете получить по одному баллу за каждый вопрос. То есть максимальный балл, который вы можете набрать за это задание, это пять баллов. Идем дальше. Задание номер три. Описать картинку. Уверена, что каждый из вас встречал в школе подобное задание, когда нужно рассказать, что же описано на этой картинке. Мы произвольно с вами выбираем любую. Внимание, ребята, выбирайте не ту картинку, которая вам больше всего нравится, а ту, про которую вы можете больше всего рассказать, где вы больше всего видите знакомых слов и предметов. Мы с вами можем выбрать любую картинку и далее по плану описать ее. Нам нужно рассказать, что мы на ней видим, что там происходит, почему мы сделали эту фотографию. План достаточно простой, он всегда будет повторяться. Давайте посмотрим внимательнее на особенности этого задания. Нам даны три фотографии на выбор. Необходимо выбрать только одну, внимательнее, не нужно описывать их все. Далее. Нужно по заданному плану рассказать, что вы видите на картинке. У вас есть полторы минуты на подготовку к данному заданию и две минуты на его выполнение. Максимальный балл, который вы можете за него набрать, это семь баллов. Будьте внимательны, вы должны уложиться в две минуты. Если вы расскажете больше и не успеете осветить некоторые пункты плана, к сожалению, вы потеряете баллы, поэтому будьте внимательны. Скажите все, что нужно, но ничего лишнего. И, наконец, задание номер четыре. Давайте на него посмотрим. Здесь опять же нам представлены картинки, но не перепутайте. Здесь вы не должны выбирать одну из картинок, нужно описать обе. Их необходимо сравнить. План сравнения вы также будете видеть на экране компьютера, где вы будете выполнять задания. Нужно сравнить тоже по стандартному плану. Сказать, что вы видите на первой картинке, что вы видите на второй картинке. Постараться их сравнить, сказать, что у них есть общего, чем они различаются. И здесь мы видим концерт. На какой бы вы концерт сами пошли. Еще раз, давайте остановимся на особенностях задания номер четыре. Даны две фотографии. Необходимо их сравнить по приведенному плану. Время на подготовку составляет полторы минуты. На выполнение задания у вас есть две минуты. И за задание вы также можете получить максимум семь баллов. Давайте с вами обсудим, какие основные лексические темы вы должны знать и каким словарным запасом обладать, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку. Мы выделяем вот такие основные темы. Это travel and transportation, science and technology, people and society, shops and services, family life, education, work career business, health, free time and hobby, media, nature and environment. Вам необходимо ознакомиться со всеми этими темами, знать по ним слова, потому что любая из них может вам встретиться в заданиях на экзамене. И тогда вы должны будете применить свои знания, показать, что у вас есть словарный запас, что у вас есть какие-то грамматические навыки. И обязательно сдавайте в этом году оговорение, потому что иначе вы наберете меньше баллов. И уверена, что каждый из вас хочет набрать свой максимальный балл, поэтому готовьтесь. Времени остается все меньше и меньше. А я хочу пожелать вам удачи. Спасибо вам большое за внимание. А наш проект сделан совместно с Престижо и каналом просвещения.